Всем привет, ребят! Всем привет! Ну вот, я иногда даже появляюсь. Просто комментарии меня убивают. Итак, музыкальные треки, которые я записываю, они, вот честно, они относятся просто к ситуациям. Не то, что отображено на данном видео. Именно ситуация проблемная, и она описывается в шуточной форме, она описывается в музыкальном треке, поэтому это видео хотел вам показать. В свое время у многих людей накипела. Накипела проблема именно сливов на полигоне, и даже создавали в свое время темы на форуме. Я знаю, что многие на форум не заходят, но, однако, проблемы сливов в мехах идут еще с 2016 года. Вот, давайте посмотрим. Вот первый, основной, да, ну, кто знает, ну, Ленара, не знаю. Многие, наверное, знают. Будете лишать эту проблему. То есть, жалобы в основном делались через техподдержку. Ну, вы знаете, да, заходите в сам клиент, техподдержка, и пишется о том, что тиммейты сливают информацию. То есть, игрок заходит в игру одновременно двумя мехами. Либо заходит вся команда, ну, то есть, из группы, и их распределяют, то есть, одного на левый край, другого на правый. И они просто сливают друг другу информацию о том, куда и кто будет стрелять, чтобы набить как можно больше очков. Вот это основная проблема. Так вот, полностью ломает механику игры. Тиммейте или приятелю друг другу инфу в чат, свой или в приват. Большинство уже на лицо знают группы. Многий вопрос никак не решается почему-то. Предлагаю ввести новую механику анонимных музмехов, пвп-режимов. Это, кстати, я тоже говорил, что пвп-режим, именно формата анонимных музмехов, намного был бы круче. Ну, то есть, было бы видно, сколько жизней, но не видно было бы ники игроков. То есть, ты заходишь, а музмехи у тебя отображаются как есть, и они полностью анонимные. Я тоже поднимал эту тему в пвп-режимах, чтобы была возможность не узнать никого напротив. То есть, была бы мощность, ты бы выносил по мощности игрока, но ты бы не знал, кто это такой. Потому что, в основном, многие напокупали уже себе иконки, напокупали как бы себе различные образы, поэтому найти людей будет так сложновато. Но, однако, как вы понимаете, с 2018 года идея была, но реализация ее не была сделана. Вот, видно было бы только значки красный, зеленый и синий мех. Или придумать, что это репутация, когда заядлые крысли, те, кто под сомнением, после времени полигона кидали в репорт и проверяли их. В случае всех обнаружений, аккаунт бы банили. Сначала предупреждение, а зачем навсегда? То есть, представьте на мехах, вы заподозрили, что какой-то человек, то есть, начинает косячить, да, давайте так честно скажем, что вы в него бьете, да, он уходит в отраж. Ну, то есть, дальше он стоит, ждет. Ну, то есть, будет ли в него следующая тыка. То есть, в него следующей тыки нету. Ну, то есть, все, короче, не входят. Или его не бьют фазерами или волнами, да. Он просто сам ставит куда надо. Но, как только через 2-3 хода вы опять пытаетесь его тыкать, он опять уходит в отраж. Ну, то есть, вы считаете, что, ну, возможно, повезло. Человек два раза прямо угадал. Вы начнете бить его, допустим, через ход. И он тут же, короче, уходит в щит. То есть, ваши все 4 хода, все 4 хода, которые вы сделали, вы все попали в щиты в него. То есть, это 100% невезение, 100% слив информации. И я знаю, что многие, кто играются в эту игру уже давно, с этим сталкивались постоянно. То есть, это было на полигонах уже нормальное явление. Такого человека до конца вообще полигона не трогали, потому что эффекту никакого не было. Либо его убивали на последней секунде. То есть, если вы знаете, что игрок реальная крыса, вы играете на рухе, то есть, вот так вот, вы ждете до конца. То есть, пока он не поставит галочку, и после этого волните его, чтобы его убить за один ход. Так многие делали. Это единственный способ был выбивания таких мехводов. Но ситуация, как вы понимаете, с 2018 года не меняется. И, соответственно, также у людей постепенно накипает. 21 год. 21 год. Крысы на полигонах. Блин. Ну, простите. Выкидывает. Проверяют у них теперь же из-за падения. Админы и разрабы. Что-нибудь сделайте с крысами на полигоне. Будет или нет? Или вообще, почему? Никто не разбирается. Как вы можете банить в общем чаты и тут закрывать вопросы без нормального ответа? Я понял, что у человека тоже накипело. Но сейчас игроки вроде играются. Играются немножко, так скажем, проще. Уже нет такой критичности в мехводах. Но все равно, любой трек, который я делаю, это по данной ситуации. То, что вы видите на экране. Я сейчас не могу поймать или попасть на такую крысу, которая прям сливает. А трек к музмехам прям реально подходит. Не относитесь к трекам как к определенной ситуации, которая сейчас случилась. Это гипотетическая ситуация, которая была у меня за всю эту игру. И с ней сталкивались многие. То есть она описывается. Это как воины подставные, да, там на войне машин. То есть когда в свое время полностью группы записывались, чтобы просто тупо набивать очки одной из групп. То есть это тоже, да, банили народ, но все равно. Потом дальше ботоводы, которые набивали по 666 тысяч этажей, давайте там, или по 7 тысяч этажей в подземке. Это просто нереально было это сделать. Многие видели, да, там тоже народ банили, но это не мешало людей. Или самые известные, как бы, из гипотетических таких же ситуаций, да, это муссбокс. Я играю в эту игру больше 11 лет. Да, там, давайте так. Плюс, как бы, я постоянно периодически слазываю муссбокс. Но за все время, за все время у меня, что есть, я до сих пор в зале славы, до сих пор в зале славы не сложил его. Ребята, у меня 620 призов, 620. Ну, то есть, это... Я, конечно, стремлюсь, и в конце концов, я когда-нибудь получу даже, да, вот, ну, свои известные, да, вещи. Но золотой кубок мне еще не светит. А у многих он стоит. Ну, то есть, прям реально стоит. Но тут надо сразу задуматься о том, как люди. Поэтому любой трек, который я буду выпускать, это не прям сейчас и еще что-то. Это ситуация, которая была, ситуация, которая когда-то затрагивалась. Просто ради хохмы. Мне иногда хочется повеселиться, то есть, тоже. Но, как бы, игровой контент я почти не выпускаю. Мне нравится вот то, что я делаю, я выкладываю на канале. Ладно, пока. Ну, и, как бы, опишите свои главные ситуации. Опишите, которые вас очень сильно бесят. Возможно, я и по ним напишу отдельный трек. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok